Юрий Селиванов. Ложь о спасении собственной шкуры. Статья за 27 декабря 2019 года. Почему нынешние украинские начальники врут, как дышат, когда говорят о России и о российской истории? Буквально вчера в эфире одного из федеральных телеканалов ваш покорный слуга высказал мнение, что нынешняя бандера образная. Украина выдохлась, потому что практически исчерпала свой главный ресурс по части выдачи на гора всевозможного шутовства, клоунат и прочих хайпов. И уже сегодня с утра был в этом жестоко постромлен. Оказывается, есть там еще в этом смысле порох в пороховницах и ягоды в ягодицах, что убедительно показал некий гражданин, работающий в тех местах мэром города Херсона. Основанного и отстроенного, напомню, если кто забыл, в конце 18 века по указу российской императрицы Екатерины Великой в качестве морского, промышленного и торгового форпоста Российской империи на Черноморском побережье Новроссийского края. И основанного, кстати говоря, практически одновременно и согласно тому же высочайшему повелению, такими городами, как Одесса, Николаев, Севастополь, Симферополь и десятками населенных пунктов, заводов, крепостей и портовых гаваней поменьше, в которой, образно выражаясь, не было вколочено ни одного украинского гвоздя. За неимением того Украины, за неимением тогда Украины как таковой. Но вернемся к моему посрамлению, который внезапно обнаружил в себе неодолимую тягу к историческим наукам и разразился поистине эпохальным открытием. Как отметил мэр Херсона, на Украине должны напомнить Путину и всем его сторонникам, что исконные русские территории это болото под Москвой. Все остальное это территории, которыми московеты завладели благодаря собственной животной жестокости и коварству, добавил он. Как рассказал Николаенко, ему трудно представить, как Путин мог решить, что Россия имеет какое-то отношение к прекрасному и далекому от московских болот при Черноморье. Для начала скажу, что этот персонаж любопытен уже тем, что никак не может определиться, как его зовут. В разных источниках его величают то Николаенко, то Миколаенко, то и вовсе Миколаенко. Если вы думаете, что это мелочь, то зря. Для нынешней Украины это весьма показательная деталь. Еще на заре этого незалежного цирка я с удивлением обнаружил, что некоторые мои университетские однокурсники, занимавшие немалой должностью в партийных структурах советской власти, моментально перелицевали свои фамилии с русского на украинский лад и стали подавать себя, как истинные представители сведомого украинства, якобы становшего под невыносимым москальским гнетом. Так и этот фершунский мэр, видимо, до сих пор не может искоренить в прессе следы позорных манипуляций собственной фамилией. В общем, даже по этому показателю видно, та еще устрица. А теперь о том, почему этот случай привлек мое внимание. Как вы уже наверняка догадались, вовсе не потому, что есть хоть малейшая необходимость опровергать бред этого мэра с тройной фамилией о непричастности России к прекрасному причерноморью. Куда интереснее разобраться с тем, что стоит за этими перлами и почему они до сих пор столь востребованы в определенных местных кругах. Прежде всего бросается в глаза то обстоятельство, что этого не комиколаенко за плечами обычное советское профтехобразование в области судовой механики. Уточнение для украинских читателей, чтобы не перепутали. Речь идет не об украинских судебных инстанциях, а о двигательных установках рыболовецких шхун и баркасов, которыми всю прошлую жизнь занимался нынешний мэр. Поэтому не исключаю, что этот энтузиаст-одиночка с мотором может просто не владеть темой, искренне думая, что город Херсон возник как дополнение к некогда выкопанному украинцами Черному морю. А если даже и знать то, что украинцы тут ни при чем, то у него нет никакого резона публично светить столь неудобную для него тему. Подчеркиваю, неудобную не только для русофобского киевского режима, что само собой разумеется, но лично для таких вот макалаенок. Просто потому, что он один из тех полутора-двух процентов местного населения, которым бандеровская революция гнидности. По показателю безответственности, согласно данных им обещаний, Владимир Николаенко, херсонский городской председатель, оказался на первом месте. У него не выполнено 38% обещаний, из 52 обещаний он выполнил 27, а 20 остались без действия. Так, три года назад он обещал, что будет заменено дорожное полотно на всех основных магистралях города, не будет повышаться проезд в троллейбусах. Жители пригорода смогут ездить на коммунальном транспорте круглосуточно, будет отремонтирован Свято-Екатерининский собор и тому подобное. Вторым по уровню безответственности в рейтинге идет Геннадий Кернес, харьковский городской голова. Таким образом, перед нами украинский рекордсмен наоборот, самый худший мэр, даже по меркам этой в целом невзыскательной к своему начальству территории. Как вы думаете, будут такой напрочь лишенные организаторских талантов и хозяйственных достижений городоначальник делать публичный акцент на этой своей явной несостоятельности? Ответ очевиден. Ну конечно же нет. Он что дурак расписываться в собственной никчемности? Ну и что ему болезнему в этой ситуации остается делать правильно? Становиться политическим борцом, опровергать неопровержимые факты об исторической принадлежности при Черноморье к России, хайпить окрестности воплями о том, что Россия к этим землям никакого отношения не имеет и нести прочий горячечный патриотический бред. А вось хоть на этом его захудалый рейтинг приподнимется с последнего места. К этой базовой мотивации обязательно необходимо добавить еще и мелкошкурную. По сведениям из налоговых деклараций самого херсонского мэра за 2014-2017 годы, он неплохо потрудился на этом посту на свое личное благо. Согласно документу, в 2014 году доход Владимира Николаенко составил исключительно зарплата в 109 тысяч гривен. Его жена Марина заработала 132 тысячи гривен. Чиновник указал, что владеет тремя земельными участками общей площадью 5000 квадратных метров, а также квартирой в 65 квадратов. На жену записаны две квартиры площадью 42 и 48 квадратов. В электронной декларации за 2017 год Владимир Николаенко задекларировал уже три квартиры в Херсоне общей площадью 160 квадратных метров. Семья также владела тремя земельными участками в Херсоне и Железном порту, чья площадь составила 7000 квадратов. Предполагалось, что Владимир Николаенко строил под Херсоном отель. Как вы думаете, в чем больше всего может быть заинтересован персонаж с такими, мягко говоря, скромными успехами на общественном поприще и одновременно со столь явными достижениями на ниве личного благоустройства? Разумеется, исключительно в том, чтобы все и дальше продолжалось в том же духе, а он сам и впредь председательствовал на этом банкете. И потому все, что может хотя бы косвенно и отдаленно угрожать стабильности этого порядка вещей, те же Россия, Путин и правда истории, ему никакие не союзники. А теперь умножьте этого Херсонского Маколаенко примерно на 10 тысяч и получите примерную численность поголовья таких вот благоустроенных при нынешнем антиукраинском режиме мэров, министров, депутатов и прочих слуг народа, которым больше всего надо, чтобы в этом лучшем из миров для них, разумеется, ровно ничего никогда не менялось. А поскольку основой этой стабильности является самая пещерная русофобия и махровая ложь о России по любому поводу, значит именно на этих основах они стояли, стоят и стоять будут. Такова в целом анатомия нынешней киевской лжи, замешанной на шкурных интересах тамошних панов кровососов, для которых это ложь во спасение самих себя. Юрий Селиванов специально для Ньюсфронт. Ложь во спасение собственной шкуры. Субтитры создавал DimaTorzok